Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Господь, когда вступал на общественное служение Когда выходил на проповедь То постился 40 дней и 40 ночей Не вкушая ничего И мы знаем из священной истории Что дьявол поступал к Спасителю И предлагал ему, чтобы Спаситель из камней хлеб сделал И чтобы Спаситель прыгнул там с горы высокой И показал ему все царства Чтобы Спаситель только поклинился ему И все будет его Это те испытания, которые каждый человек Испытывает, переживает в своей жизни И человек борется с плотью своей, с миром и с дьяволом И в этой борьбе человеку помогает пост И Господь показал этот пост нам Он Бог не постится, Спаситель Он и так бы победил дьявола Но Он для нас показал пример Что мы должны последовать Его стопам Как Он сделал, так и мы должны делать Естественно, что мы по слабости своей не можем так поститься Как Спаситель постился Ничего не вкушаем Мы вкушаем пищу, постную пищу Если болен человек, то можно и послабление поста делать Только желательно подойти к священнику И взять на это благословение, на послабление поста И мы постимся, потому что мы хотим вернуться в рай Каждый человек хочет райской жизни Только каждый человек это по-своему выражает Тот человек, который знает Бога Который почитает Бога Который покоряет себя Богу Тот человек по одному стремится в рай В блаженство А человек, который не знает Бога И не хочет знать, и живет по своим правилам Но все равно он ищет какого-то удовольствия Какого-то комфорта И этот комфорт ищут в разном И в алкоголе, и в наркотиках, и в чем угодно Ну, естественно, что спасение, рай Возвращается только одной дорогой Куда человек идет путем спасительных заповедей Божьих Они ведут человека к раю А после молитвы являются помощниками Нам на этом пути И Господь любит нас Больше, чем мы себе можем представить И больше, чем мы можем любить друг друга Даже самая нежная мать Не может так любить свою дочь Или сына, как Бог любит каждого из нас И когда мы постимся То Бог благоволит к этому Это Бог приятно Не потому, что Ему нужен пост Нам нужен пост Но поскольку Он нас любит Он радуется, когда мы постимся И Господь иногда Видимыми знаками показывает Как Он благоволит постящемуся человеку Есть один пример в святых книгах Как один духовный старец Проходил через селение И увидел похоронную процессию Не снил умершего человека И он увидел, что за телом умершего Идут два ангела Старец удивился Что вроде простой человек А такую честь имеет от Бога И он хотел узнать Что же этот человек сделал Что он заслужил такое уважение Такую честь от своего Творца И он позвал по Господу С молитвы Господи, открой Что это за человек Что он сделал Что ты вот такие Милости его посылаешь И Господь услышал молитву старца И ангели подошли к нему И говорят Один говорит Я ангел среды А второй говорит Я ангел пятницы Этот человек В своей жизни старался Соблюдать среду и пятницу Пуститься И даже когда он уже был болен Лежал на смертном одре Ему было очень трудно Он все равно старался Соблюдать посты в эти дни И поэтому Когда он умер То Бог послал нас Чтобы мы проводили Его тело в землю А душу на небо И Старец удивился Как Господь благоволит тем людям Которые стараются Соблюдать пост Которые заставляют себя Соблюдать пост Потому что Добро не делается легко Ничто доброе не делается легко Все доброе нужно Себя заставлять напрягаться Пустое Оно само прилипает к человеку А добро Надо заставлять себя делать И Бог любит Когда мы заставляем себя Делать добро А одно из самых великих Добрых дел Это есть пост И молитва Пусть Господь помогает нам Дорогие братья и сестры В меру сил своих Соблюдать пост Прилагать молитвы И Может медленными шагами Не всеми медленными А такими маленькими шагами Детскими А все-таки идти По тому пути Который ведет человека Утраченому раю В Царство Небесном Охвестя Иисусе Господи нашим Которому слава Чище Бобанені Нині бесконечні веки Аминь Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя Підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube Та натискайте на дзвіночок Щоб першими дізнаватись про вихід нових відео Субтитрувальниця Оля Шор